приветствую всех на канале посмотрим отчет тесла поздравляю всех кто купил эти акции они уже растут на постмаркете на 7 с небольшим процентов посмотрим что написала компания в своем отчете компания заявляет о увеличении денежных средств и их эквиваленту в первом квартале на 1 8 миллиарда долларов до 8 1 миллиарда операционный денежный поток за вычетом положений в первом квартале составил 895 миллионов долларов из которых 981 миллион это ток из-за роста запаса операционный доход в размере 283 миллиона долларов операционная марша 4 7 процента в первом квартале чистая прибыль в первом квартале 16 миллионов долларов сша по gp чистая прибыль без учета gp в размере 227 миллионов долларов первый квартал валовая прибыль на гига шанхай приближается к уровню американской модели 3 валовая прибыль модели уай первом квартале положительная начались поставки модели уай значительно раньше срока увеличение дальности модели с до 391 мили извлечения емкости батареи достигнута производства тысячи солнечных крыш в течение одной недели и так компания подводит итог первый квартал 2020 года был первым в нашей истории когда мы достигли положительного положительной чистой прибыли в первом квартале несмотря на глобальные операционные проблемы мы смогли достичь нашего лучшего первого квартала как производства так и поставках хотя на это влияет неэффективность связанные с временной приостановки производства и поставок во многих местах наша валовая прибыль остается хорошей и сильной на фабрике в шанхае дальнейший рост объемов привел к существенному улучшению рентабельности местного производства модели 3 кроме того модель уай принесла прибыль что является впервые в нашей истории новый продукт был прибыльным в первом квартале такого еще не было в компании тесла несмотря на истечение срока действия различных государственных стимул в конце прошлого года в первом квартале первый квартал 2020 был самым сильным кварталом поставок до того как наши операции были прерваны в марте в результате мы оставимся уверенными в том что как можно быстрее наращивать нарастим глобальные производственные мощности мы продолжаем инвестировать в создание нашего продукта включая улучшение в технологии а также локализацию производства в шанхае и берлин то же время старательно управляем оборотным капиталом сокращая некритические расходы и повышая производительность труда мы верим мы располагаем хорошими возможностями для управления краткосрочной неопределенностью при достижении наших краткосрочных планов и так вот что заявляет компания давайте посмотрим цифры как мы видим выручка сократилась на 19 процентов но видимо это связано как раз с тем что заводы компании стояли и не все не все мощности были задействованы за этот квартал что привело к снижению выручки на 19 процентов тот же самый показатель и в общих в общей выручке не только это была выручка по продаже автомобиль и беда уменьшилась на 19 процентов и с прибыль на акцию 1.24 ожидали отрицательный показатель денежные средства и и эквивалент составляет 8 миллиардов долларов но об этом они заявляли плюс 29 процентов квартал кварталу а free cash flow отрицательный минус 895 миллионов долларов здесь компания заявляет что выручка была затронута пониженными поставками которые были связаны с возможностью доставки также они заявляют что цены на их продукт полномерно снижаются и под модели с и x моделем 3 его и цены стали более комфортными для потребителей маржа 25 процентов вы видите снижение производстве модели с моделей модели вай только начали производить в общем компания призвала 100 2000 автомобилей на 2 процента меньше чем квартал квартал мы видим что сокращаются поставки всех моделей в начале первого квартала мы начали производство модели вай в ремонте компания заявляет что она уверена в том что шанхайский завод достигнет производительности в 4 тысячи автомобилей в неделю или примерно 200 тысяч в год к середине 2020 года в первом квартале шанхай производил только модель 3 и так по поводу завода в берлине компания уже приготовила все работы на земле связанные с постройством завода компания обещает начать поставки модели вай в берлине начиная с 2021 года не указано с какого квартала солнечные батареи которые устанавливаются на крышу так в одну неделю компания может осуществить поставки этих батарей на 1000 домов и отзывы от тех кто установил эти батареи позитивные включения довольно сложно предсказать как быстро автомобильная промышленность и глобальные поставки смогут вернуться к нормальному уровню соответствии с этим ближайший гайденс по прибыли и денежному потоку будет довольно сложно предсказать мы будем обновлять наш гайденс по 2020 году во втором квартале то есть компания сейчас не дает никаких точных заявлений по поводу того сколько будет поставлена машина какую выручку они ожидают в этом году дальше компания заявляет что у них есть все мощности для того чтобы произвести 500 тысяч автомобильных средств несмотря на те те разрывы производстве которые уже произошли компания заявляет о том что производство модели вай в шанхае и берлине является наиболее значимой задачей из тех которые стоят перед компанией на данный момент компания продал собирается продолжать инвестиции свою продукцию в общих словах компания говорит что мы достигнем прибыльности компания заявляет что производство модели вай и модели 3 будут продолжаться увеличиваться в втором квартале мы продолжаем строительство мощностей для создания модели вай в берлине и шанхае и собираемся начать поставки 2021 году из обоих локаций и так вот что компания заявила то есть что мы имеем по факту неопределенность компания сейчас не готова утверждать сто процентов о том что она выполнит какие-то планы но план 500 тысяч машин она пока что не отменила просто сказал что ввиду непонятной ситуации сейчас какие-то прогнозы давать довольно сложно и было бы неправильно компания показала прибыль у компании снизилась выручка в связи с тем что мощности простаивали из-за коронавируса из-за того что оба завода были закрыты на определенное время но компания смотрит позитивно в будущее то есть при условии если оба завода заработают и будет спокойно достраивается берлинский завод то компания будет показывать результаты которые ожидали от нее в конце 2019 года то есть в принципе отчет умеренно позитивный но акции довольно сильно вырос после премаркета рост составляет уже там практически 7 процентов что же тех кто купил акции поздравляю посмотрим продолжится этот рост на самом деле отчет такой что в принципе непонятно если рынок будет позитивно настроен конечно акция может и дойти до 1000 то что мы предсказывали но я-то ожидал все-таки увидеть более лучшие показатели по выручке я буду ждать дальнейшего движения не в сторону увеличения наоборот в сторону снижения понятно что рынок торгует ожиданиями и это тоже обязательно нужно учитывать я думаю что такая акция подойдет фанатам компании tesla а также тем кто любит острые ощущения принципе на этом все спасибо всем кто смотрел этот выпуск и до встречи в следующих видео